Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить». Главные темы – рязанской жизни за прошедшую неделю. Вот о чем пойдет разговор в сегодняшнем выпуске. Курение вред, а некурящих нет. Пока непонятно, как в России будет обеспечиваться исполнение второй части антитабачного закона. Слияние школ как улучшение качества преподавания. На специально собранной пресс-конференции чиновники горадминистрации рассказали, зачем в Рязани планируется слияние некоторых учебных заведений. Да будет свет! В Рязани начали заменять старые фонари уличного освещения на новые и современные. А теперь об этих и не только темах более подробно. Пожалуй, главной федеральной темой этой недели стал чувствительный удар, который получили российские курильщики. Одным законам запрещено смолить в барах и ресторанах, на перронах и в поездах дальнего следования. Не закуришь теперь на корабле, в гостинице и общежитии. Дело-то оно, конечно, хорошее. Только у некурильщиков сразу возникают сомнения. А кто же будет следить за исполнением этого весьма нужного закона? Закон о запрете курения в публичных местах вызвал большой резонанс в обществе. В частности, в среде курящих людей. И понять их можно. Ведь зависимым людям хочется пригубить сигаретку не только дома, но и в том же ресторане. А все, нельзя. Зато противники табачного дыма ликуют. Только пока никому из них не понятно, каким же образом будет и будет ли вообще осуществляться контроль за соблюдением нового закона. Данные административного пронушения могут пресекаться непосредственно как должностными лицами, в том числе сотрудникам должных дел, так и, допустим, администрацией какого-либо объекта. Например, объекта образовательного учреждения, либо медицинского учреждения. В последующем, опять же, вызываются представители должных дел для составления необходимых документов. Вопрос, конечно, спорный. Насколько возможно на сегодняшний день такие меры воздействия на граждан? Сигареты продаются, а курить нельзя практически нигде. И когда же полицейским успевать проследить за каждым любителем подымить? По вашему мнению, на сегодняшний день возможна его реализация в нашем городе, к примеру? Нет, реализация невозможна. То есть за этим сейчас некому следить? Абсолютно. Это возложено на органы милиции, Министерства внутренних дел. Но они считают, что у них нет, будем говорить, времени заниматься этим, следить, кто курит, кто не курит. Сейчас же законы в гостиницах нельзя, и в кафе нельзя, и в поездах нельзя. Ну, у них не хватает на это, видимо, силы, времени. То есть это, наверное, нужно специальной службе. Кто-то, чтобы занимался этим. А вообще закон хороший. По вашему мнению, будет ли возможным следить за правопорядком вот в этой сфере? Есть, конечно, возможность следить за ним. То есть вам кажется, будет ходить полиция, да, вот так за этим следить? Мне тоже так кажется. Нет. То есть бдить за этим никто не будет, следить за этим никто не будет? Никому ничего не надо. Уже давно одна бутавня. Ну, вы знаете, мы все время не будем. Да, сложно оценить, да. Поэтому у нас такой проблемы не возникает. Конечно, хотелось бы, чтобы он был реализован в полной мере, потому что я считаю, что закон очень полезный и нужен. Я думаю, он будет действовать, если... Ну, мне это дает право и возможность подойти к человеку и сказать о том, что как бы не положено курить, мне это не нравится, вы можете как-то сейчас остановиться. То есть я думаю, что если граждане будут сами за это как-то отвечать и родить, то это будет помогать. Вот если у курящих сознания своего не хватает. Многие зависимые от никотина верят, что новые правила помогут им курить меньше, а со временем и вовсе избавиться от назойливой привычки. Родители радуются, что у их детей теперь гораздо меньше шансов пристраститься к курению. Ведь теперь это не так модно, как раньше. Другие же категорически против нового закона, нарушающего, по крайней мере, ущемляющего их права. Главная причина недовольства в том, что они считают закон абсолютно неэффективным, лишь создающим кучу неудобств. В догонку к этим мерам, в скором будущем планируется установить минимальную стоимость на табачные изделия – 146 рублей. Но, как говорится, любители покурить, выпить и автомобилисты – самые богатые люди. Что касается штрафов, то они таковы. Пойманный на месте преступления гражданин заплатит штраф от 500 до 1500. Продавец, продавший табак подросткам, заплатит до 10 тысяч рублей. Как говорится, поживем – увидим. Перейдем же к городским новостям. На этой неделе стало известно о возможном слиянии двух рязанских средних школ – 19-й и 25-й. Обе они находятся на улице Островского. У преподавателей, родителей, да и у самих школьников сразу стали возникать сомнения в нужности такого решения. В городской администрации рассказали общественности, зачем это нужно, и постарались развеять возможные опасения. Две школы – 25-я и 19-я – находятся буквально в 200 метрах друг от друга. Чиновники из городской администрации заявили, что оптимизация коснется не учителей, а исключительно административный аппарат школ. Ну а простые школьники как ходили в здания своей родной школы, так и продолжат это делать. Что такое слияние? Допустим, двух детских садов, как я сказала вам, это соединение педагогических и детских коллективов в один – это создание одного юридического лица. Сады как существовали в двух зданиях, так и остаются существовать. Сокращается управленческий аппарат, сокращается бухгалтер, часть ставки там делопроизводителя сокращается. Вот эти ставки, они объединяются, так скажем, и в нужном количестве остаются на одно единое теперь учреждение. Более того, по словам Ларисы Кархалевой, в результате проведенных преобразований у учителей 19-й и 25-й школ вырастет заработная плата. В тех школах, которые мы объединяем в двух, заработная плата в 25-й, повышается за счет увеличения количества учащихся и достаточно значительно, где-то на 5-6 тысяч рублей, она повышается у педагогов 25-й школы. Также чиновники сообщили о планах убрать из рязанских школ двусменность. То есть ребята вскоре будут учиться лишь в первую смену, а во вторую будут открыты секции дополнительного образования, например, уроки музыки. На сегодняшний день у нас третья часть школ в прошедшем учебном году работала в две смены. Предпринятый ряд мер для того, чтобы двусменность снять. На следующий год таких школ останется в пределах одного десятка или, может быть, чуть больше 11 школ. И в течение двух последующих лет мы эту проблему снимем. Кроме того, оптимизации вскоре подвергнутся и 12 детских садов. Впрочем, чиновники заверили, что объединяемые детсады находятся близко друг к другу и никаких неудобств у родителей малышей не возникнет. Сады находятся достаточно близко друг к другу. Это не значит, что один садик находится в одном микро-районе, скажем, в Канищеве, а второй в центре. Буквально шаговая доступность, поэтому родители на себе это никак не ищутят, что произошло изменение, можно сказать, административно-управленческого персонала. Виталий Еремкин также добавил, что предстоящее слияние, возможно, поспособствует приходу новых воспитателей в детские сады. Действительно, мы вынуждены признать, что в городе Рязани существует дефицит в кадрах. Если озвучивать на май месяц, то всего по образованию 153 вакансии, 83 вакансии в дошкольных образовательных учреждениях. Несмотря на то, что хотелось бы все-таки назвать заработную плату в детских садах средняя, я подчеркиваю, средняя, Лариса Анатольевна говорила, что в маленьких садиках она маленькая, а в крупных детских садах она совершенно другая, отличается. Так вот, средняя заработная плата по детским садам за май месяц, то есть за три месяца, составляет более 18 тысяч, если быть точным, 18,297. И в школах более 26 тысяч рублей заработная плата. В общем, как отметила замглавы администрации Рязани Лариса Кархалева, необходимость оптимизации продиктована прежде всего развитием учебной базы образовательных учреждений города. Что касается очередей в детские сады, то эту проблему городские власти стараются решать довольно успешно. На этой неделе состоялось торжественное открытие детского сада номер 27 в микрорайоне ДПР-5. Это в Дашковой песочне на улице Васильевский переулок. Детсад рассчитан на 240 мест и уже сейчас сформированы первые группы детей. Кстати, в 27 детсаду будет даже бассейн для маленьких ребятишек. Побывал на открытии и осмотрел новое дошкольное учреждение и губернатор Олег Ковалев. Среди новостроек в пятом микрорайоне Дашковой песочне спрятался уютный домик с ярким фасадом. Современная детская площадка и аккуратно заасфальтированные дорожки уже осваиваются маленькими хозяевами нового детского сада номер 27 в Васильевском переулке. Его строительство именно здесь было просто необходимо. Новый район продолжает разрастаться и основной задачей на сегодняшний день является развитие его инфраструктуры. Строительство этого детского сада было осуществлено в рамках федерального проекта модернизации региональных систем дошкольного образования и велось по поручению губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Сегодня он лично посетил детский сад. Губернатор осмотрел современный бассейн, сенсорную и игровые комнаты, спортивный зал и остался всем доволен. Я редко бываю доволен чем-либо. Всегда стараюсь найти какие-то грехи. В данном случае я очень доволен. Действительно, это современный детский сад. Это второй такой детский сад, который, в общем-то, отвечает всем требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Детский сад действительно оснащен всем необходимым. Колясочный и отапливаемый пол, спортивные и музыкальные залы, интерактивные доски для занятий. На прилегающей территории установлены прогулочные веранды, игровое и спортивное оборудование. Всего же садик готов принять 240 детей. Олег Ковалев отметил, что сегодня наш регион находится в числе лидирующих по программе ликвидации очереди в детских садах. И на первый план выходит задача обеспечения баланса по привязке к месту жительства. Чтобы каждая мама могла везти ребенка в детские докторные учреждения по месту жительства. Не возила его в общественном транспорте, испытывая при этом свои неудобства. И потом ехать на работу. Это по многим параметрам. Заболеваемость выше и так далее. А вот задача привязка к месту жительства. Мы ее сейчас будем решать. Для этого будем заниматься и реконструкцией детских садов с увеличением мощности по месту жительства. Там, где мы испытываем напряжение. Локальные какие-то в каких-то микрорайонах. И новые строить там, где это необходимо. В частности, вот Братиславский комплекс. Олег Ковалев остался доволен не только современным оснащением детского сада, но и качеством дорог, которые к нему ведут. Родители смогут и подъехать к детскому саду на машине, и со всеми удобствами дойти до него пешком. Крупнейший в России энергосервисный контракт по обновлению систем городского освещения не так давно заключили со стороны Рязани дирекция по благоустройству города и частный инвестор. Дочернее предприятие «Газпромбанка» ГПБ «Энергоэффект». К концу года в областном центре заменят свыше 16 тысяч технических и морально устаревших фонарей уличного освещения на новые энергоэффективные. Как обещают из бюджета, на это не будет потрачено ни рубля. С инвестором рассчитаются и средств, сэкономленных в результате энергопотребления. В Дягилево уже начинаются работы по замене старых фонарей. Ржавые, покосившиеся, часто и вовсе не горящие фонари. Скоро все это будет далеко в прошлом. Частный инвестор полностью модернизирует уличное освещение. Заменит старые столбы, кронштейны и лампочки. Свет будет ярче, а жители забудут, что такое налипшие на фонарных столбах сосульки. Начать работу решили с московского микрорайона, в котором ситуация несколько плачевнее, чем в других. Светильник, который номиналом 250, 300, 400, мы заменяем на светодиоды, которые потребляют энергии в разы меньше, в 4 или в 3 раза. То есть наш контракт заключен в целью показать, что экономия будет достигнута и по расчету наших специалистов на 56%. Услышав крупные суммы, горожане заволновались. Мол, опять из городского бюджета тратят. Лучше бы садики построили. Но волнения абсолютно напрасны. Все работы за счет инвестора. Город оплатит только разницу между фактическим потреблением электроэнергии и той суммой, которая расходуется на освещение сейчас. То есть никаких дополнительных траток не будет. На сегодняшний день уже идет монтаж электрических шкафов управления светом на городских улицах. Система «Гелиус», которая позволяет автоматизировать с помощью голосового сообщения для пересканала, то есть вступать в команду. Как раньше сидел диспетчер, директор инвестор города, и там в зависимости от графика включения-выключения, который там на год расписан, он там включал рубильник и уже по городу пошло. Это не очень удобно, не дай бог там с диспетчером какая-то ситуация. Люди могли остаться без света. Сейчас все это будет делаться автономно и без человеческого фактора. Подобный проект у ГПБ «Энергоэффект» уже третий. В рамках одного из них компания модернизирует освещение в Клинцах на Брянщине. В рамках другого заменит 12 тысяч светильников в Калуге. По словам Алексея Сидорова, такие контракты позволяют решить и еще одну проблему – трудоустройство и занятости. Чтобы максимально быстро осветить весь город, нужны квалифицированные специалисты. Мы у себя в компании ГПБ «Энергоэффект» провели два тендера, то есть на поставщика светодиодных светильников, которая выиграла компанию новый свет со своими светодиодами под маркой НЛСО. И одна из крупных вонтажных организаций – это 5-3 комплекта. Согласно контракту, заменить старые фонари на новые на всех улицах Рязани должны до 1 декабря текущего года. В Рязани продолжаются работы по благоустройству парков и скверов. В следующем видеоматериале речь пойдет о судьбе парка Гагарина в Московском округе. Здесь в свое время было сломано немало копий. Активисты выставляли пикеты против запустения парка с дальнейшим переводом его в зону застройки. Многое в общем было. О том, как обстоят дела сейчас, в репортаже Оксаны Тебенихиной. Солнечный день, веселая музыка и задорный детский смех – не это ли настоящее счастье? В Гагаринском парке сегодня была именно такая атмосфера. И не только хорошая погода стала причиной детского веселья, но и открытие новой разноцветной многофункциональной башенки, построенной специально для малышей, жителей Приокского района. Организаторами возведения развлекательной площадки выступили представители городской власти, компания-предприниматель из Приокского поселка «Возрождение плюс» и торгово-развлекательный центр «М5 Мол». Работы еще, конечно, хоть отбавляй, но первые шаги в восстановлении парка уже сделаны. Как обещают, в этом году в парке появятся беседки для шахматистов Приокского поселка и новые лавочки, удобные и красивые. Да и детская площадка будет расширяться и пополняться все новыми развлекательными элементами, чтобы дни были солнечными, музыка веселой, а малышня радовалась и смеялась. Также в Московском районе начинаются строительные работы на Московском шоссе возле торгового центра «Премьер». Вскоре здесь наконец-то появится долгожданный пешеходный мостик через реку Павловку. Напомним, что сейчас это место выглядит не самым лучшим образом. Пешеходный мост через реку Павловку на Московском шоссе – стройка, которую горожане очень ждут. После открытия торгового центра «Премьер» ранее практически непосещаемый пешеходами участок стал весьма оживленным. О безопасности передвижения пеших говорить не приходилось. Горожане вынуждены ходить по проезжей части на свой страх и риск. Более того, даже автомобили здесь терпели крушение. Например, в декабре 2013 года автомобиль «Жигули» 12-й модели проломил ограждение и свалился в реку. Обошлось тогда без жертв. А намерение все-таки построить отдельный пешеходный мостик через реку Павловку стало известно еще летом прошлого года. Соответствующее поручение городским властям сформулировал губернатор Олег Ковалев. И вот после длительных согласований и разработки проекта, кажется, дело тронулось. И мы уже приступили к выполнению работ по размещению строительной площадки и строительства самого моста. Вот мост будет пешеходный, шириной 3 метра. Вот достаточно интересно у него архитектурное решение этого моста. С двух сторон по берегам будут монтироваться сваи, и на сваи будут размещаться фермовая часть этого моста, пешеходного моста, необычная конструкция моста. Ну, в связи с тем, что там такой интересный мост получается, поэтому было достаточно долго там получать заключение экспертизы. Вот в ближайшее время выходим на строительство. Силами администрации города будет строиться само основание моста, свайная часть, на которую потом впоследствии владелец торгового центра будет достраивать верхнюю фермовую часть этого моста, конструкцию. Получается, что это такой совместный проект. В оздоровительном лагере сказка, что в Солочи прошел детский спортивный праздник. Ведь нынешний год прошел под девизом «Олимпиады в Сочи», и ребята самостоятельно решили, что и они должны начать свою первую смену именно со спортивных соревнований. Открытие первой смены в лагере – событие всегда яркое и запоминающееся. Тем более, если проходит оно не где-нибудь, а на самых настоящих молодежных олимпийских играх. Ликуют трибуны страна аплодисментами, встречая спортсменов. Водушевленные победами в Сочи, малыши и взрослые решили не отставать и показать, что в любое время года готовы завоевывать медали. Тут буйство фантазии. У нас вожатые обучались в течение года в нашей школе вожатского мастерства, и они уже заранее знали, какие у них будут названия отрядов, старались подготовить, и очень интересные есть находки. Открытие смены – это самое грандиозное мероприятие вообще за всю смену. Ане 14 лет. В сказку она в прямом и переносном смысле попадает вот уже девятый год подряд. Тут активным и спортивным только рады. Старичок я здесь, меня все тут знают. Вот я командир отряда в каждой смене. Где еще под палящим солнцем увидишь сразу и лыжников, и санный спорт, и синхронисток. Детской фантазии можно только позавидовать. Нам дали тему фигурное катание. Ну вот, мы и пофантазируем. Как называется ваш отряд? Врицаем! Ваша кричалка? Наши миссии – вот три слова. Победим всегда любого! За пять дней ребята уже стали сплоченной командой. Тем более, что многие уже не в первый раз приезжают именно сюда получать свою порцию загара, развлечений и спортивного духа. Это даже не соревнование. Я считаю, что сегодня мы должны сплотиться всем лагерем. Позавчера у нас был день рождения отряд. Они уже из толпы детей превратились в отряд. А теперь им из множества пестрых отрядов надо превратиться в единый лагерь. Это очень хороший лагерь, я рекомендую его всем. Начало детскому летнему отдыху положено, а значит, пора готовить альбом для новых ярких фотографий. 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Ежегодно он отмечается, начиная с 1972 года. И считается, что День охраны окружающей среды – это отнюдь не профессиональный праздник экологов, а повод для того, чтобы задуматься о проблемах окружающей среды. В День эколога на Площади Победы перед МКЦ состоялся музыкальный экофестиваль «Зеленая планета». Я уверена, что порой вам кажется, что жизнь остановилась, что выхода нет, что потерян смысл существования. Не отчаивайтесь, все будет хорошо, ведь в мире есть любовь. Надейтесь на лучшее, любите и будьте любитами. Перед МКЦ соорудили сцену для выступления музыкантов, а вокруг проходили конкурсы и игры для детей. Открыла фестиваль группа «Филинс». Одновременно с ними стандартовал конкурс рисунка на асфальте «Нарисуй эко-мобиль». В нем принимали участие взрослые и дети. Детишкам создавать рисунки помогали преподаватели детской студии «Калибри» Людмилы Промкиной. Также помогали детям веселиться и рисовать аниматоры, приодетые в Машеньку, Бабу-Ягу и Винни-Пуха. Задор и радость со сцены всем присутствующим подарила выступление детской шоу-группы «Смайлленд». Исполненные ими песни одновременно тронули сердца зрителей и наполнили их радостью и весельем. Во время праздника организаторы подвели итоги конкурса «Скворечников» и наградили победителей. Подарки получили и участники конкурса рисунка на асфальте. Завершила фестиваль выступление «Виа Сахар». Ребята подарили всем гостям зажигательную летнюю музыку и отличное настроение. 6 июня исполнилось 215 лет со дня рождения великого русского поэта, основателя фактически новой русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. По всей России любители русской словесности проводят творческие встречи, вспоминают факты биографии поэта, читают стихи. В Рязани поклонники творчества Пушкина также устроили несколько площадок. У лукоморья дуб зеленый и золотая цепь на дубе том. Трудно сказать, откуда этот образ пришел к уважаемому Александру Сергеевичу, но автор бы удивился тому количеству цепей дубов и котов, которые появились за последние годы, благодаря почитателям его таланта. Для студентов РГУ день рождения поэта – дата особая, ведь это еще и Международный день русского языка. А потому каждый раз к празднику стараются подключить максимальное количество рязанцев. Проводят интересные мероприятия, раздают листочки с отрывками стихов прохожим. В прошлом году, например, все проходящие писали на большом таком щите, на белом, писали любую строчку из любого стихотворения, которое они помнят наизусть. Вот этот большой щит у нас хранится, да, разноцветными фломастерами на нем написаны стихи просто совершенно разных поэтов. Для почетной миссии и дуб выбрали особый. Во-первых, он единственный расположен прямо на территории главного корпуса РГУ. А во-вторых, есть предположение, что он ровесник университета, а значит скоро отметит столетие. Даже в самом узком месте ствола объемы богатырские – 3 метра 9 сантиметров. Только вот русалка пока не прижилась, зато в следующем году организаторы обещают не только ее, но и живого кота. Живой кот будет ходить прямо вот вокруг этого дуба. Вот мы не знаем, сделаем ли мы в следующем году достаточно прочную цепь, чтобы выдержать крупного кота. Но мы постараемся. Времена, когда у каждой приличной барышни был при себе томик любимых стихов, давно позади. По этому случаю и маленькая ложка дегтя, подлитая поколением наставников. Неожиданным тот факт, что у студента даже Литвака читает эти стихи по книжкам, по листочкам. Тем более такие, как письмо Татьяны Лариной. Вся жизнь моя была залогом, свидание верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Русское слово, оно ведь как дорогая скрипка, добавляет Любовь Сергеевская. Можно просто пиликать, можно неплохо играть, а можно владеть этим тонким инструментом виртуозно, как великий Александр Сергеевич. Для меня-то, как для ученого, остается загадкой, как и для многих людей. Как же так, прошло два века, а гений Пушкина не устаревает. Вот стихи-то опять как современные, мы слушаем их как волнение нашей собственной души. Так что стоит запастись томиком стихов, на всякий случай, чтобы не упасть в грязь лицом, когда попросят процитировать известные произведения. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Надеемся, что и следующая неделя будет также богата событиями. Удачных выходных и до встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok